Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и очередной влог. Сейчас я собираюсь на утреннюю пробежку. Обычно спортом я занимаюсь по вечерам, но сегодня я решила попробовать побегать утром и посмотреть, как это повлияет на распорядок моего дня, на мое настроение. Говорят, есть такая теория, что утренняя пробежка очень полезна, она заряжает энергией на целый день. В общем, пойдем проверим эту теорию. Необходимый атрибут. Кепка. Маска. Очки. Можно идти грабить банк, все равно меня никто не узнает. Летс го! На пробежку. На самом деле, мне очень тяжело дается бег. Мне намного легче забраться в гору или просто целый день ходить пешком. Но стоит пробежать 500 метров, и я начинаю задыхаться. Я не знаю, почему это так. Корейцы с утра пораньше играют в теннис. Сегодня понедельник. Ох, пол-восьмого утра. Ой, с горки хорошо. Лучше, чем в горку. Привет, переезжающим. Мусор возит. Не знаю, друзья, я не знаю, что хорошего в утренних пробежках. Пока я не поняла. Посмотрим, как будет день развиваться дальше. Повлияет ли это как-то на мой обычный распорядок дня. Единственное, что пока я отчетливо понимаю, что после утренней пробежки ужасно хочется жрать. Вообще, я не завтракала обычно, вы же знаете. Начинался мой рацион с обеда. Но сейчас я чувствую, прибегу домой и сразу чего-нибудь поем. Хорошо ли это для диеты? Не знаю, сомневаюсь. Соня принесли йогурты. Каждый день при... Не закрывайся. Каждый день приносят. Время 9. Это что получается, я побегала? Полтора часа всего? Итак, я уже сходила в душ. Время 20 минут десятого. Что же я буду перекусывать? А, друзья, я буду перекусывать яйца панини. Это у меня такая замороженная в холодильнике чиабата. Если честно, я уже на протяжении очень длительного времени пытаюсь повторить панини, которую я ела в кафе. Но у меня не получается. Я не знаю, что нужно делать с этой булочкой. Что туда нужно класть, чтобы получилось вкусно. Это, друзья, собственно, причина, почему влоги выходят так редко. Так, наша чиабата разогрелась. Теперь мы ее разрезаем. Слишком разогрела что-то. Дальше идет сплошная импровизация. Друзья, я что только уже не пробовала. Всякие разные соусы. Так, сейчас. Вот. Вот у меня есть базилик. И трюфельный соус. Трюфели это не конфеты. Если кто-то не знает, вдруг из моих подписчиков. Это такие грибочки. Так, значит, сюда мы наносим такой соус. А сюда базилик. Друзья, если кто-то живет в Италии и знает, как это правильно делать, напишите, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так. Почему у меня такая херня получается? Помидорки. Колбаса. Ну как колбаса? Это такое типа ветчина или что это? Окорок. А, точно, у меня же еще есть овощи свои на огороде. Котя. Брсь. Видите, какие у меня модные калоши. Это вам не халям-балям. Настоящая дачница. Потом я еще покажу, что у меня тут растет. Но вот у меня есть базилик. Свежий. Загорядочки. Настоященький. Свеженький. Так. Базилик. И еще есть рукола. Рукола или рукола? Не знаю, друзья. В корейском языке нет ударений. Вот в чем проблема. В корейском языке, что рукола, ты скажешь, что рукола, одинаково это будет она самая. Она еще молоденькая. У меня, видите, совсем молоденькие листочки. Только вылезла. Вот. А в русском языке слишком много внимания уделяется этому ударению. И меня прям бесит. Так, что тут у нас еще? Какие-нибудь листочки пособирать. Видите, у меня? Как хорошо-то свой огород иметь. Скоро у меня уже редиска. И укропчик будет свой. Можно будет делать не только итальянский, но и русский бутерброд. Как-то так. И самое главное, сыр. Сыр это моцарелла. Моцарелла, да? Сыр моцарелла. По-моему, американский, французский, итальянский. В общем, не корейский точно. Все, да? Можно же закрывать. Посолить можно. Немножко посолить. И немножко поперчить. Закрываем. Вот такую, друзья, модную штуку купила специально для приготовления панини. Бутербродов каких-то. Масло есть авокадное и оливковое. По очереди используем. Так как мне лень служить прессом, я делаю вот так, друзья. Я купила себе гирьки, чтобы заниматься спортом. Качать ручки. Вот так я делаю. Почему-то здесь не предусмотрен пресс. Вот. Все, остается только подождать. Невкусно. Научите делать меня нормально в панини. Это невозможно истить. Пока сижу, пропалываю грядочки свои. Позвонили девчонки, подружки мои. Сказали, что приедут завтра. В 11 утра. Что делать? Надо готовиться как-то, блин. Время 16.30. А это значит, что пора за Гелендвагеном. Аль-Анджи. Ой, ближайшее метро понятия не имею. Хорошо. Спрошу у нее. Она когда вернется, блин, после хагонов. Я знаю, что есть Номбек Йог, но это не самая ближайшая данная станция. Автобус точно останавливается. 5 тысяч. Какой-то там. Короче, я, ладно, все спрошу у Софьи, я же сама не езжу. Поэтому не знаю. Так, вот все дети, как дети, нормальные. Идут самостоятельно из школы. Даже? Ровесники. Гелика или даже первый класс, наверное. Алло. Ой. Привет, привет. Так, девки меня нашли. Подожди, у меня наушник выпал. Сейчас. Я иду за Ангелинкой. Да? Вы там все меня потеряли, все звоните теперь, да, на перебой. Тебе какой салат? Ты какой салат собралась? Кто во сколько? Анджим собирается к 11, но она не знает, какая станция метро и вообще, когда мне добраться, поэтому она, скорее всего, не доберется к 11, я так думаю. Не знаю, можно и так. Почему они не додумались? Да, скажи. Все, а ты во сколько подъедешь? Ага, окей. Ну, тогда ты пораньше приезжай. Все, давай, до завтра, целую. Пока. Гелик просится на площадку игровую. С мальчиком с каким-то уже. Мне как раз нужно в магазин, чтобы подготовиться к завтрашнему мероприятию. Купить мясо там, что-то еще. В общем, Гелик пока здесь поиграет, а я... Ты куда побежала-то, тетя? Иди сюда. А я пока схожу, вот здесь рядом магазин. Сранка, она только с мальчиками дружит. Ни одной девочки, никогда в жизни не было подружки, до сих пор нет. Только мальчики. Ну, пацанка. На характер-то какая она девочка. Все девочки, как девочки. Смотрите у нас, как красиво цветет белая залия. Как дойти до магазина и не поснимать всю эту корейскую красоту. Азия. Такая Азия. Мне нужно мясо. Бесплатно можно взять йогурт. Пока ждешь очереди. Продавец помогает. Видите, бабушки грузят в тележку все. Жизнь. Обычная жизнь. Так, мясо закупила. Теперь нужно купить овощей и, конечно же, пиво. Спаржа. Грибы. Моя любимая еда. Как пройти мимо? Господи, друзья, вот реально. Нет ничего в мире вкуснее, чем рамян. Вредно, да, знаю. Но ничего не хочется больше есть, кроме него. Еще, друзья, хочу для котика купить подарочек живого осьминожку. Так как он у нас охотник, постоянно хочет охотиться на воробьев. На воробьев нельзя. Я куплю ему живого осьминога. Так, у нас живые осьминоги. Котик все не съест, конечно. Придется Ким Сонгану это разделывать. Школьница. У кофейни. Нет, чтобы за осьминогами стоять. Они за кофе стоят. Эй, дурочки. Задача быстро выловить гелика. Пока осьминог жив. Во! Я услышала, как ее зовут. Анжелина. Смотрите, как она себя ведет. Она села на стол с ногами. Пацаны у нее учатся. Пацаны очисти. Наши домики видите, такие все в заплаточках. Это их будут красить сейчас. Каждые два года обновляют. Домики сначала вот так шпаклюют. Потом красят. Чтобы всегда были свеженькие, новые. Как новые. Как будто бы новые. Да? Геленмаген. Котик! Котик, смотри! Смотри! Ой! Добыча, котик, добыча! Котик, в офиге его. В него плюнули. Котик, это съедобно и вкусно. Ты что, боишься? О, цыкуха! Котя! А перед воробушками-то понтовался. Ё-моё! А тут засал просто. Смотри-ка! котя ты будешь есть или нет рыбу морепродукт это вкусно кутя в офиге немножко говорят что лев царь зверей и кошки осьминог царь зверей соня пришла из школы а я не петел а папа а а как а а а Субтитры делал DimaTorzok Почему? Ты неfull, что ли? Ты на меня неожиданная боль и не на mesmoが. Нет, нет. Ладь, бегай. Ну а я действительно не могу. О, неожиданная. Я действительно неожиданно. Мне это неожиданно. Я совершенно кого-то, я совершенно... Ой, а что ли? Ответка на моль. Ты живы, проще-то как-то. Как-то все. О, что-то есть. Я очень-очень. Смотри, как ты носишься. Подожди, как раз. Твориться! Поехали! Возьми. А сейчас ты смех. А вы очень хорошая, мой любимый. Ура, нужно. Возьми. Смотри, смотри. Это держится Лучше ты держите? Бывай дверь, это не место Лучше есть? Зачем? Наш не жаленني, извини, я без тебя Почему это? Добавляйте, мы будем делать это сделаем Просто сделаем Я не буду Соня жалуется, какое у нее сложное домашнее задание Ты пишешь русские буквы, как будто по-корейски Как тебя зовут? Меня зовут София, а тебя? Я лей? Очень приятно Друзья, время всего 6 часов вечера, меня просто срубает в сон Закрываются глаза, я не могу ничего делать, очень хочется спать Я не знаю, с чем это связано Связано ли это как-то с утренней пробежкой или нет Или с тем, что погода внезапно испортилась, пасмурно стало В общем, я спать Я уже поспала, друзья Девчонки что-то заказали Так живут дети Когда маме не до них Друзья, вышла на свою привычную вечернюю пробежку Все-таки вечером мне как-то привычнее и приятнее гулять На этом буду заканчивать сегодняшний влог Всех вас обнимаю, всех люблю И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok